Эта видеозапись продолжает серию видеозаписей о применении языка Python в программе QGIS версии 3. И в этом уроке мы пройдем работу с таблицей атрибутов из консоли. То есть мы научимся считывать объекты, редактировать объекты, добавлять и удалять новые объекты, причем не только атрибуты, но и геометрию. Итак, первое, с чего мы начнем, это с возможности считывать атрибуты объектов. Для этого создаем уже знакомую нам переменную lir и приравниваем ее к объекту iFaceActiveLayer. Теперь, как уже было показано в предыдущем уроке, мы можем получить все объекты и провести итерацию по ним. Напомним, как это делается. Используем метод getFeatures у объекта слоя и производим итерацию по всем полученным фичам. Соответственно, мы получили все объекты, мы можем удостовериться в этом, открыв таблицу атрибутов, посмотрев на них. Теперь остановимся на том, как мы можем ограничить нашу выборку и провести итерацию не по всем объектам, а по каким-то конкретным выбранным. Для этого мы создадим переменную expression и приравняем ее к некому выражению. А именно мы воспользуемся методом QGISExpression, где внутрь мы пишем обычный SQL-запрос. Запрос заключается в следующем, что в колонке или в столбце type1 должно содержаться буквосочетание state. То есть, опять-таки, если открыть таблицу атрибутов, у нас в столбце type1 мы хотим выбрать все значения, где есть слово state. Теперь создаем запрос на основе данного выражения, используя метод QGISFatureRequest, который в дальнейшем мы подставим в метод получения фичей. Как мы еще можем ограничить данный запрос? Мы можем ограничить его просто по количеству возвращаемых результатов. То есть, сейчас мы хотим, чтобы нам вернулись первые два объекта из ответа по данному запросу. И теперь мы используем тот же самый метод getFeatures, только уже с параметром request. И напишем, вывести нам ID каждого объекта. 5 и 7. То есть, если мы откроем таблицу атрибутов... То есть, мы видим, что у нас вывелись как раз ID объекта 5 и 7. То есть, если мы наводим на объект, мы видим, что ID объекта 5 и ID объекта 7. То есть, это как раз первые два объекта, начиная от номера 1. То есть, начиная от объекта с ID 1, у которых в столбце Type 1 указано State. Отлично. То есть, мы научились считывать объекты, работать с итерацией по выбранным объектам. Теперь перейдем к добавлению нового объекта. Для того, чтобы добавить новый объект или новую фичу, нам необходимо создать некий шаблон, в который мы будем добавлять атрибуты новой фичи. Шаблон, естественно, должен быть равен структуре текущего слоя. Поэтому мы возьмем все столбцы из текущего слоя. То есть, некую структуру. При помощи метода QGIS feature мы создаем новую фичу с заданным шаблоном атрибутов. И приравниваем к переменной feature. Затем мы заполняем нужные нам атрибуты конкретными значениями. В данном случае мы заполним атрибут name1 значением newState при помощи метода setAttribute. Дальше к нашей новой фиче мы добавляем геометрию при помощи метода setGeometry и создание новой геометрии методом QGISGeometry from.xy. И на вход который принимается QGIS.xy с координатами. И дальше мы просто добавляем данную фичу в наш конкретный слой. То есть, в слой LIR при помощи объекта dataProvider и метода addFeatures, на вход который подается, как вы видите, список фичей. То есть, в данном случае мы создали одну, но на самом деле мы можем добавлять сразу несколько объектов. Теперь, чтобы обновить карту, нам необходимо воспользоваться функцией TriggerRepaint. То есть, вместо того, чтобы вручную это делать, то есть подвинуть карту и тем самым обновить Extend, мы можем воспользоваться методом LIR TriggerRepaint и обновить карту. У нас появилась точка на карте. Соответственно, давайте попробуем еще раз ее создать и удалить, чтобы в текущем Extend все было видно и наглядно. Удалять точки по аналогии с добавлением мы можем при помощи метода deleteFeatures, на вход который мы подаем список ID точек, которые необходимо удалить. Соответственно, наша точка имеет ID 12, и мы именно ее и удалим, и воспользуемся методом TriggerRepaint, и она исчезнет с карты. Соответственно, если мы еще раз добавим ее и снова воспользуемся TriggerRepaint, то она появится. Вот, собственно, наглядное представление работы автоматического добавления объекта в векторный слой. Теперь нам осталось понять, как редактировать уже существующие объекты. Для этого в самом начале мы должны выбрать объект, который мы будем редактировать, и мы будем редактировать объект, у которого ID равно 1. Далее мы создаем объект attributes, который состоит из ключей и значений, атрибутов, которые мы хотим вписать. В данном случае они просто заполняются по порядку, то есть в атрибут с ID 0 в поле с ID 0 мы вписываем значение 19, и в поле с ID 1 мы вписываем текст Australia. Затем при помощи метода ChangeAttributeValues у объекта DataProvider условия мы также меняем атрибуты у выбранного нами объекта, то есть у объекта с ID 1. Чтобы посмотреть в таблице атрибутов, что у нас изменилось, откроем ее, и мы видим, что у объекта с ID 1 значение первого поля изменилось на 19, и значение второго поля изменилось на то текстовое значение, которое мы вписывали. Теперь изменим геометрию. Для этого сначала создадим новую геометрию при помощи уже знакомой нам конструкции QGISGeometry и метода fromPointXY, на вход которой принимается точка с координатами. И теперь при помощи аналогичного метода ChangeGeometryValues в данном случае мы меняем геометрию конкретного объекта, то есть объекта с ID равной единице. И также воспользуемся методом TriggerRepaint, чтобы посмотреть, куда перенесется объект. Таким образом, сегодня мы посмотрели, как можно считывать, добавлять новые, удалять, а также редактировать существующие объекты, атрибуты и геометрию в заданном векторном слое. И в следующем видео мы уже начнем разбирать работу с стилизацией векторного слоя и с возможными типами отображения.